Привет, друзья! Это у нас обучалочка по 3х3. Первая часть, в которой мы научимся собирать первый слой. Ну что ж, погнали к делу! Погнали! Итак, я тебе расскажу о послойном методе сборки 3х3. Это один из самых лёгких способов собрать тройку. Для начала, давай мы перемешаем кубик. Так, ну что ж, и собирать мы будем с цветка. А именно, мы будем собирать не просто крестик, как обычно, в многих обучалках, а будем собирать цветок. Сейчас я покажу, как он будет смотреться. Вот, у нас есть один центр и 4 ребра. В данном случае, жёлтый центр и 4 белых ребра. Как нам узнать, какие ребра должны быть? Мы просто посмотрим, какой у нас центр напротив. Если мы хотим собрать цветок с жёлтым центром, то мы смотрим, какой цвет напротив. Видим белый. Значит, у нас будет жёлтый центр и белые лепестки. Отлично! Слушай, здорово! А знаешь, как я запомнил, как цвета располагаются на кубе? Как? Очень легко. Два самых светлых цвета напротив, то есть белый и жёлтый. Они реально самые светлые. Потом, два цвета напротив почти одинаковых. Оранжевый и красный. Как два красных. Ну и методом исключения, остальные синий и зелёный друг напротив друга. Знаешь, ну это каждый запоминает, как ему нравится. Ещё один пример покажу. Цветка. Сейчас. Вот, например, захотел я делать цветок из синего цвета. Так. С синими лепестками. У меня будет зелёный центр и синие четыре ребра. Воу, а смотри, у тебя здесь ещё синий. Это нормально? Да, это нормально. Ничего страшного. Главное, чтобы были вот эти ребра. Окей. Покажи ребятам, пускай увидят на камеру. Вот, смотрите. Да, отлично. Жень, кстати, хотел спросить. Я должен собрать этот цветок интуитивно? То есть методом проб и ошибок просто к центру подобрать противоположные цвета? Ну, вообще да. Но я сейчас тебе расскажу, как это делать. Потому что наугад можно очень долго так пробовать. Отлично. Поехали. И первая ситуация у нас следующая. Нам нужно просто элемент поднять вверх. Смотрим. У нас зелёный центр и синее ребро. Ребро поднимаем вверх. Вторая ситуация тоже очень простая. Мы видим, что у нас элемент не на нас смотрит, а внизу. Мы просто делаем двойное движение. Раз. Два. Следующая ситуация у нас чуть-чуть посложнее. Мы видим элемент. Но если мы будем его поднимать, то этот будет прятаться. Поэтому мы видим свободное место, куда нужно подставить элемент. Мы сначала будем ставить место, а потом уже поднимать элемент. Воу, интересно, да. Ну-ка давай ещё. Хорошо, ещё раз. У нас есть место. У нас есть элемент. Ставим место. Ставим элемент. Воу, круто. Я понял. Мне кажется, я понял. Ребята, по-моему, я понимаю. Следующая ситуация у нас такая. Когда элемент нужным цветом смотрит на нас. В таком случае мы сделаем движение фронт штрих. Теперь мы привели к предыдущей ситуации. У нас есть место. У нас есть элемент. Ставим место. Ставим элемент. Так, отлично. Да-да-да, я понял. Так, ещё раз. Если у нас элемент смотрит на нас вот таким образом, мы делаем следующее. Крутим движение фронт штрих. Видим место, куда нужно подставить элемент. Ставим элемент. Ставим место. Очень похожая ситуация и решается точно таким же образом, но её нужно разобрать. Элемент также смотрит на нас. Только он находится не внизу, а вверху. Мы точно так же покрутим фронт. Дальше мы ставим место. Ставим элемент. И ещё одна ситуация у нас следующая. Мы видим, что элемент смотрит на нас, а подставить его нужно сюда. Здесь мы тоже будем делать движение фронт, подставлять первый элемент и возвращать прошлый. Да, пока всё понятно. Друзья, это не все ситуации, которые могут у вас возникать. Но если вы хорошо разберётесь с теми, что я вам показал, тогда проблем возникать не должно. Давай я покажу несколько примеров. Для этого попрошу, запутай мне кубик. Хорошо, давай. Ну, что так долго? Ну, запутывать. Это же тоже не так просто. Так, хорошо. Вот я беру кубик. Я решил собирать ромашку. Хочу... Ромашку-то и цветок? Да, мне такой цветок нравится. Хочу белый центр и жёлтые лепестки. Вот такая, нестандартная. Вижу белый центр. Дальше я ищу лепестки, то есть ребра. Вижу жёлтый, вижу красный. Но я обращаю внимание только на жёлтый. И смотрим, это знакомая ситуация. Мы можем в одно движение просто поднять вверх. Да-да, это я уже понял. Здесь точно так же. В одно движение поднимаем вверх. Следующая ситуация. Я напомню, что если у нас смотрит элемент нужным цветом на нас, или вверху, или внизу, мы крутим фронт штрих. Покрутили фронт штрих. А дальше, вот у нас место, а вот у нас элемент. Ставим место, ставим элемент. Следующий. Замечаем, на нём есть жёлтый. Вот элемент, вот место. Ставим место, ставим элемент. Есть? Окей, супер. Ты что-то хочешь мне дать какое-то задание? Да. Давай, чтобы и ты попробовал. Я тебя перемешаю. Ты попробуешь собрать. Если не будет получаться, я буду помогать. Держи. Окей, хорошо. Значит, собираем сейчас тоже ромашку, да? Ну, давай, да. Давай. Хорошо, значит, ребят, смотрите. В центре у нас белый квадрат, значит, нам нужны… Жёлтые рёбра, да. Жёлтые рёбра, значит, поехали. Одно уже ребро здесь стоит, ищем другое ребро. Так, предупреждаю, я буду тупить. Так, вот это сюда, видите, здесь есть. Так, дальше мы видим… Ищи рёбра, на которых есть нужный тебе цвет. Вот, нашёл. Да. Жёлтые. Значит, ставим сначала вот такую позицию, на нас смотрел, и вот так сюда. Хорошо, вот это просто сюда крутим. Да. Воу, получилось. После того, как мы отсобирали цветок, в моём случае ромашку, мы можем без проблем начать совмещать рёбра с центрами. Что это значит? Мы видим, например, жёлто-синее ребро. Мы будем ставить синий к синему. Если у нас вот эти элементы одного цвета будут, мы будем опускать это вниз. Опускаем синий. Смотрим ещё. Здесь элементы не совпадают. Значит, мы будем доворачивать к нужному центру. Видим зелёный, видим зелёный центр. Довернули. Элементы одного цвета опускаем вниз. Точно так же и оранжевый. Оранжевый, оранжевый. Опустили. И последний мы видим. Жёлтый и красный. Ставим красный к красному. И точно так же опускаем вниз. Короче, я понял. Вот эти столбики должны опуститься вниз, чтобы они были не перевёрнутыми, а вот такие просто к... Просто к низу. Значит, так, смотрим. Собран цветок. Так. Теперь нужно найти вот эти вот одинаковые уже ребра с центрами и перевернуть их вниз. Здесь мы делаем вот таким образом. Да, просто опускаем. Так. Дальше смотрю. Здесь, здесь... Вот. Есть оранжевый. Мы опускаем его. Вот так. Да. И ещё больше ничего нет. Вот это только есть. Я так вижу. Правильно? То есть его надо просто вот так сделать. Стоп, стоп. Верни назад. Ну, вот же зелёный. Так. Мы довернём к зелёному центру. К зелёному центру. То есть вот так вот. Раз, два. А, то есть всё надо совместить с центрами и тогда... И опускать вниз. Всё, я понял. Значит, нужно сделать так. Хорошо, это сделали. Проверяем. Оранжевый есть. Синего нет. Он уже у нас вот здесь собран, поэтому мы его просто переворачиваем вниз. Правильно? Да, всё правильно. Окей, и смотрим. Получился жёлтый крест. И не просто крест, а правильный крест. Правильный жёлтый крест. Да, это значит, что у нас элементы здесь одного цвета попарно. Зелёный-зелёный, оранжевый-оранжевый, синий-синий, красный-красный. Хорошо. Это именно называется правильный крест, когда такие элементы совпадают. Да. Окей. После того, как мы собрали правильный крест, дальше мы будем собирать углы. Считаем. Раз, два, три, четыре. Напомню, что на уголке у нас три наклейки. Мы будем обращать внимание, в первую очередь, на углы, которые у нас находятся сверху. Вот наш снизу крест, углы, которые находятся сверху. Так как мы собирали крест из жёлтого цвета, мы можем заметить уголок, на котором тоже есть жёлтый цвет. Далее мы будем обращать внимание, какие ещё цвета есть на нём. В данном случае это красный и зелёный. Жёлтый мы запомнили. А дальше будем искать, где же место этого уголка. Красный, зелёный. Теперь мы будем искать точно такие же центральные элементы. Видим, вот красный, а вот зелёный. Красный, зелёный. Значит, место этого уголка будет там, где находятся эти два центра. Вот здесь, внизу. Раз, два, внизу. Как же нам теперь подставить этот уголок на своё место? Для этого мы просто покрутим верхний слой. Раз, два. И подставим его поближе. То есть мы его ставим так, чтобы он был на этом месте? Да, чтобы уголок, который мы ставим, был вверху, оставим мы его вот сюда, вниз. А не важно, что, смотри, здесь, например, красный сверху, а зелёный здесь. А красный должен быть здесь. Это ничего страшного? Пока что нам это не важно. Дальше мы сможем выучить и более быстрые варианты. Но для начала нам просто нужен уголок и его место. Проверяем ещё раз. Жёлтый, зелёный, красный. Вот жёлтый центр, вот зелёный, вот красный. Место этого уголка вот здесь. Мы подставили. Что же делать теперь? Мы просто будем крутить формулу, которую выучили ранее. То есть пиф-паф. Начинаем. Вверх, влево, вниз. Мы смотрим, что одного раза нам вполне достаточно. Уголок стал на своё место. Смотрим дальше. Жёлтый, красный и синий. Ищем его место. Вот у нас есть синий центр, а вот у нас есть красный центр. Значит, место этого уголка вот здесь. Там, где соседние элементы красный и синий. Точно такие же, как и здесь. Смотрим. Сначала мы доворачиваем до нужного места. Можем на всякий случай проверить. Жёлтый, красный, синий. Жёлтый, красный, синий. Место этого уголка. Здесь начинаем выполнять формулу. То есть наш пиф-паф. Вверх, влево, вниз. Вообще формула ещё есть вправо, но этого делать не обязательно, потому что у нас уголок уже стал на своё место. Не всегда формулу нужно делать только один раз. Иногда и больше. Сейчас ищем следующий уголок. Слушай, Жень, а скажи, то есть получается пиф-паф это вот пока на этих этапах основная формула? Да. Пиф-паф мы будем использовать очень часто для начала. Это очень хорошая формула, которая лёгкая, и мы можем в разных местах её применять. Тогда, ребят, я замечу. Тренируйтесь. Не забывайте именно тренируйтесь пиф-паф почаще крутить, потому что, как сказал Жень, это вам пригодится. Обязательно. Так, и мы заметили следующий уголок, на котором есть жёлтый. Видим жёлтый, зелёный, оранжевый. Теперь ищем точно такие же центра. Вот мы видим жёлтый центр, вот мы видим оранжевый, и вот мы видим зелёный. Видим, место этого уголка будет вот здесь, там где сходятся центра. Теперь мы поставим уголок поближе сюда, и смотрим. Место этого уголка вот здесь, внизу. Будем начинать крутить пиф-паф, то есть нашу формулу. Продолжаем. Вверх, влево, вниз, вправо. Видим, что уголок у нас не стоит так, как надо. Жёлтый не к жёлтому. Поэтому мы продолжаем. Вверх, влево, вниз, вправо. Снова нету правильного элемента. Ещё раз делаем. Вверх, влево, вниз, вправо. Смотрим, уголок встал на своё место. Он собран. Идём дальше. То есть вот ты направо не довернул, и это не обязательно, чтобы не делать лишних движений. Правильно? Чтобы не делать лишних движений, я в конце не доворачивал. Я уголок поставил на своё место, а последнего движения уже не делал. То есть хочу тогда ребятам уточнить. Смотрите, когда мы ставим сюда элемент, мы всё время после каждого пиф-пафа смотрим именно вот сюда на это место. Правильно? На эту точку, чтобы не пропустить момент, когда всё совпадёт по цветам. Вот эти три грани. Правильно? Весь уголок. И очень важно, обращая ваше внимание, чтобы совпадал не только жёлтый цвет, но и вот здесь, как у меня, зелёный-зелёный, оранжевый-оранжевый. Да, не забывайте, ребят, что мы собираем первый слой, а не сторону. Так, идём дальше. Этот уголок у нас собран. Обращаем внимание на следующий. Видим жёлтый, синий, оранжевый. Ищем точно такие же центральные элементы. Так, смотри, вот у нас жёлтый, вот у нас синий и вот у нас оранжевый. Значит, вместо этого уголка... Дай, 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 я скажу. Значит, так, вместо этого уголка, если у нас так, синий-оранжевый, вот здесь будет, правильно? То есть мы крутим раз и два. Да, мы крутим поближе, вот мы подставили ближе, а теперь уже будем делать формулу. Значит, когда мы выполняем формулу, элементы у нас находятся вот здесь. Смотрим, вот уголок, а вот его место. Начинаем крутить пиф-пафы. На всякий случай, в начале, когда вы учитесь, проверяйте по трем цветам. Жёлтый, синий, оранжевый. Жёлтый, синий, оранжевый. Да, ребят, не обязательно они должны совпадать именно где-то, чтобы стояли все со своей стороны. Они просто должны быть рядом, правильно? Да, вот раз, два, три. Теперь начинаем делать формулу. Вверх, влево, вниз, вправо. Видим, уголок стоит на своём месте, но он развернут неправильно. Поэтому продолжаем выполнять формулу. Вверх, влево, вниз, вправо. Снова неправильно, продолжаем. Вверх, влево, вниз, вправо. Продолжаем, уголок не стал на своё место. Вверх, влево, вниз, вправо. И ещё разок. Вверх, влево, вниз. Уголок стал на своё место. Последнее движение я не делал, потому что оно не обязательно. Уголок уже стал правильно. Давайте мы с вами теперь посмотрим, что получилось. у нас собран не просто желтый цвет а целый первый слой синий 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 красный 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 зеленый 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 и так далее вот именно первый слой отлично это круто так олег убирай свой собранный кубик к этому ты еще не пришел я тебе перемешаю только уголки первого слоя а ты попробуешь собрать сходя из того что я тебе рассказал окей так все значит у тебя остался собран правильный желтый крест твоя задача собрать углы отлично хорошо посмотрим как я все запомню смотрим ребят ищем где у нас уголки сверху находятся с нужным цветом с нужным цветом да нам нужен желтый потому что мы собираем желтый желтый слой смотрите вот например я вижу что здесь есть желтый уголок смотрим какие есть цвета красный и синий смотрим где есть такие цвета на кубике центра именно центра это важно и вот мы смотрим красный и вот синий значит этот уголок должен стать сюда вот на место поближе к этим двум цветам смотрите крутим вот он вот смотрите красный и красный есть синий синий и желтый который нам нужно поставить теперь что мы должны сделать мы берем и делаем формулу пиф-паф мы делаем вверх влево вниз вправо не стал опять делаем еще раз вверх влево вниз вправо опять не стал вверх влево вниз вправо вот он смотрите вправо мы уже не доворачивали потому что это не обязательно не обязательно движение так как у нас уголок уже этот стал проверьте да давай дальше давай следующий уголок давай в общем смотрим дальше что у нас здесь есть вот допустим мне нравится вот это смотрим оранжевый желтый и синий ищем где есть эти центра о нам повезло смотрите вот синий вот оранжевый центр и желтый который нам надо поставить он уже стоит на своем месте правильно же да все правильно да и теперь мы ставим его на место формулы пиф-паф и вверх влево вниз вправо вверх влево вниз вправо ведь они становятся вверх влево вниз а вот он смотрите я все время когда собираю слежу вот вот за этим вот за этой стороной вот этой точкой чтобы здесь наконец-таки он стал и тогда я не пропускаю этот момент и могу двигаться дальше смотрим смотрим ребят дальше мы берем и замечаем еще один вот такой элемент там где есть желтый зеленый и красный и нам опять повезло он стоит снова там где должен стоять то есть где есть зеленый центр вот этот здесь красный центр и вот он видите он стоит прямо вот здесь вот я уже как-то и объясняю слушай да да давай круто круто давай поехали значит так смотрите ставим в такое положение чтобы он был вот справа сверху от вас правильно правильно чтобы формула пиф-паф применилась и делаем нашу форму смотрим и вверх влево вниз о вы смотрите я даже еще не успел докрутить вправо а у нас уже этот уголок стал на место это круто да и последний уголок здесь я думаю будет несложно до последний уголок мы смотрим желтый оранжевый зеленый оранжевый зеленый значит мы переворачиваем его и вот сюда я думаю уже со мной тоже это быстро схватываете я очень надеюсь и смотрим опять берем правильно к себе и делаем пиф-паф раз два три четыре раз два три четыре раз два три четыре раз два три видите потребовалось несколько раз применить формулу и наш уголок стал на место и теперь мы видим что у нас собран первый слой правильно правильно же да все правильно желтая сторона и и дальше все элементы вот здесь тоже одного цвета оранжевый синий красный красный зеленый зеленый еще очень важный момент когда вы учитесь собирать кубик ни в коем случае не повторяйте сразу сначала постарайтесь сесть это внимательно посмотреть послушать и только потом пробовать применять ребят хочу сделать замечание так как Женя учит все-таки взрослого человека хотя бы относительно взрослого то есть меня у меня может получать это немножко быстрее чем у вас если вы помладше или просто если даже такой же возраст как у меня или постарше это все индивидуально правильно же и смотрите вам просто если что следует несколько раз посмотреть видео мне тоже после потребовалось несколько раз вдуматься вот то что сказал Женя просто так он сидит рядом мне немножко проще но мы стараемся максимум сделать это доступно и наглядно и понятно для вас чтобы вы по ту сторону экрана с нами могли повторять это делать да и с еще очень важная часть когда вы только беретесь собирать кубик главное чтобы вы верили то что это не так сложно потому что очень многие люди слишком преувеличивают сложность сборки это я это я вот привели да слишком преувеличивает что это такой я сложно я не смогу то все все там без проблем собирает а меня не получится просто так не думайте возьмите разберитесь и у вас все получится это не так сложно как кажется на первый взгляд да так что верим и двигаемся дальше и так у нас бывает еще следующая ситуация мы видим что наверху нету нужных нам уголков а именно желтых так как мы собирали слой желтого цвета наверху все уголки с белым нам такое не подходит что же делать мы обращаем внимание что нужный уголок уже стоит на своем месте но он стоит неправильно его нужно вроде бы развернуть мы очень легко это можем сделать мы просто берем и несколько раз крутим формулу пиф-пафа для того чтобы уголок развернулся и стал на свое место правильно каждый раз когда я кручу эту формулу то я проверяю и еще разок мы видим уголок развернулся и стал на свое место отлично я понял то есть просто когда он стоит и нужно развернуть крутим пиф-паф пока он не станет на свое место как должен стоять правильно да да все элементарно окей и что у нас еще и еще у нас бывает следующая ситуация вот мы такие собираем собираем вроде бы все хорошо мы собрали правильный крест два угла на своих местах а потом мы видим снова у нас нет углов на местах своих видим все белые уголки а так как мы собирали слой желтого то нам нужны уголки желтым цветом мы замечаем что уголок стоит внизу здесь тоже тоже желтый но нам нужно его поставить на правильное место мы видим что здесь оранжевый а здесь зеленый вот здесь оранжевый центр а здесь зеленый это значит что место этого уголка вот здесь этого вот здесь не волнуйтесь это очень легко решается для того чтобы выгнать уголок не из своего места мы просто сделаем один раз пиф-паф смотрите выгоняя вот этот уголок вверх влево вниз вправо мы выгнали уголок теперь он у нас находится вверху слушай прям пиф-паф это да царь форму теперь мы видим что уголок у нас наверху ищем его место и точно так же загоняем видим желтый оранжевый зеленый ставим желтый оранжевый зеленый ставим и крутим уже формулу до тех пор пока уголок у нас не станет на свое место и не будет развернут правильно каждый раз проверяем видим желтый оранжевый зеленый желтый к желтому оранжевый к оранжевому зеленый к зеленому и точно так же ставим последний уголок уже привычным для нас образом Да, видите, этот уголок всё-таки вышел обратно, и надо его снова загнать куда-то на своё место. Да. Не забывайте, не забывайте проверять все уголки. И здесь мы легко можем сделать вверх, влево, вниз, вправо не обязательно. Слой собран. Ты знаешь, Жень, не так уж всё и сложно. Вот и отлично. Кто готов, переходим к следующей части. Пока, лайк, подписки. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok